Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзор на Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влогах канала Семья Колесникова. Ну а я всегда рада вашим лайкам, подпискам и, конечно же, вашим комментариям. Хочу вас познакомить с молодым начинающим обзорчиком и ссылочку на него вы найдете в описании к этому ролику. Мы переходим к Колесникову. И он тоже будет рад вашей подписке. Ну а мы переходим к Колесникову. У Колесниковых распаковка из любимого поселька. И Света в последнее время, да, и в принципе, особенно часто она стала повторять это после того случая, когда они стали распаковывать, так все не брезно, чуть ли не вываливая все на пол, чуть ли не ногами опиная вот эти самые их приобретения, да, вот которые им прислали на заказ из поселька. Очень часто Света стала говорить, что все очень хорошего качества, нам очень все нравится, нам все это носим с удовольствием. И вот этот раз тоже не стало исключением, Света стала говорить, вот очень хорошее качество, мы все это носим, заказывайте, все очень даже хорошее. Мы очень любим заказывать в нашем любимом посельке, да. Я все-таки, чем дальше, тем больше я склоняюсь к тому мнению, что, к такому выводу, что все-таки из поселька кто-то просмотрел их ту великую распаковку, которую, кстати говоря, они потом пересняли. И сказал им, мягко выражаясь, грубо говоря, что так делать нельзя, погрызил пальчиком, сказал, ай-яй-яй, потом смотрите еще пару раз и вы имеете все шансы лишиться контракта с нами. Вот теперь они говорят, да, все очень здорово, все очень хорошо, все носит. Ну что пришло им, шорты мужские, пришли Максиму, футболочка лонгслив Никите, свитшот Максиму, носки Насте, три пары, Виталини футболка и шорты, Насте туника, черная, Максиму белая футболочка, Виталини симпатичная футболочка беленькая с котиком, принт-котик, Гарине платьице, Виталини туничка розовая, ну и полотенце одно для лица, почему-то темного цвета, и для душа посветлее, для лица поменьше, для душа побольше. Постельное белье, полуторка для Максима, и очень говорит он, Максим, хорошо подошло, все-все понравилось, ну показал нам, как все у него там хорошо все поместилось, и одеяло поместилось, и подушка поместилась, все хорошо. Без обновок осталась одна Анжелика, сидела, кстати говоря, Анжелика с безучастным видом, она, наверное, заранее знала, что она остается без обновок, она сидела посередине дивана, справа слева от нее были братья-сёстры, и с таким безучастным видом вы видели это выражение лица, вообще как будто бы, знаете, непричастность полнейшая ко всему происходящему. Вообще сидела надутая, смотрела куда-то в одну точку, как-то всё безрадостно, вытаскивала по одной вещи, давала каждому, ну посмотрела, наверное, на рост, на возраст, и, в общем, соответственно, этому она уже вдавала ребёнку какому что подходит, чтобы распаковала и показала. А так вот, если не знать, что это вот член семьи этой, то можно подумать, что это какой-то человек чужой абсолютно. Но я не знаю, как-то вот вообще она выбивалась из общей массы детей. Ну, Максим там сидел тоже сначала вроде как грустный, потом, когда понял, что ему что-то пришло, он так слегка повеселил. Анжелика, я не знаю, что с ней было сидеть, надутая такая, смотрит в одну точку и как-то всё очень-очень безрадостно у Анжелики. Ну, и следующий. Влог. Дети занимаются мозаикой, и Виталина комментирует. Виталина говорит, из рук вам плохо, я не знаю, что она будет делать во втором классе, с такой речью, с такой дикцией и с таким, не знаю, словарным запасом бедным. Посмотрим, может быть, она останется, конечно, в нормальной общеобразовательной школе, а, возможно, её переведут в класс коррекции. Не знаю, будем надеяться на то, что всё-таки всё обойдётся, и она будет в обыкновенном втором классе общеобразовательной школы. Виталина трёт цукини. Вы знаете, она маленькая сама девочка такая, на ней эти огромные перчатки, эта огромная тёрка, вот она мне точно напомнила Золушку. Среди огромных каких-то, вот помните фильм Золушка, постановку эту? Вот там какие-то были огромные такие чугунки, да, какие-то казаны, и вот эта маленькая Золушка среди этого всего. Вот точно такая ситуация. Огромная миска, огромная тёрка, огромные эти рукавицы. Ужас, ну, не рукавицы, перчатки. И маленькая Виталина, которая трёт эти огромные, кстати говоря, цукини, переросшие уже. И говорит Света о том, что вот мы трём, мы, нравится, мы пахали трактор, все получили трём, но Виталина говорит, нет, я одна буду было тереть, не надо, чтобы кто-то ещё. Ну, Света этому, конечно, только порадовалась. Ну, просто мне непонятно, как она может доверить Виталине. Не то, что доверить, нет. Как она не боится, что может соскользнуть рука? Правильно, можно порезаться об эту тёрку? Ну, запросто, ну, согласитесь. Нет, Света нормально на это смотрит. Я не забуду, когда Виталина резала редиску огромным ножом. Урошнули позапрошлом влоге. Огромным ножом она резала редиску на дощечке. И так я резала поламплажмя. Очень как-то так, ну, не знаю, мне было страшно на это смотреть. Ну, а маме родной, видно, мне было страшно. Максим говорит, правлен за помидорами в магазин. Так как у них нет ещё своих помидоров, поэтому вот приходится покупать. Ну, да, об этом у нас Света говорила ещё в прошлом, позапрошлом в своём влоге. И хотят они на мангале запечь овощи. Думаю, будет неплохо запечённые овощи, да. Почему нет? Они очень такой вот и вкус имеют, несколько иной запах такой вот дыма, костра. Опять же, если правильно к этому подойти, да, вопросу и правильно это всё приготовить. И Света говорит, что рецепт увидела где-то там, я так понимаю, в интернете и решила попробовать. Но раньше так никогда не делала. Потом Света вдруг добавляет. И мясная нарезка будет внутри с кабачком. Думаю, это как? Света меня не устает удивлять. Только что были только запечённые овощи, а теперь оказывается мясная нарезка будет внутри с кабачком. Ну, Света остаётся Светой, что и говорить. Ну, а дальше я показываю, как Света режет пирог. Я уже подумала, что повтор предыдущего их влога кусочек вставили. У них бывало уже у Колесниковых, там пирата показывали несколько раз. Потом кого нам ещё показывали, несколько раз одно и то же. Думаю, сейчас снова показывать особо-то нечего. Думаю, ну, вставили сюда вот видео с шарлоткой. Но нет, оказалось, это новый пирог, да. Сидит Анжелика, опять же, с ещё более безучастной видом, чем когда она сидела на распаковке. И наблюдает за тем, как Света режет этот пирог. Света говорит, что она была в водороде, что она там делала. Ну, а Анжелика планетарным миксером взбивала. Я думаю, интересно, планетарный миксер? Ну, планетарный, чтобы самостоятельно это всё делала. То есть, туда закидываешь, забрасываешь ингредиенты, он тебя сам взбивает, крутится. Это чаша, в общем, для чего это? Для того, чтобы освободить руки хозяйки, да, и чтобы она смогла заниматься чем-то другим. В тот момент, когда работают миксеры. Нет, а тут Анжелика взбивала тесто планетарным миксером. Да, но миксер взбивала, Анжелика стояла, наверное, с таким же безучастными видами наблюдала, с тем, как крутится венчик. Я не представляю просто, как это происходило. Опять же, нам этого не показали. Возможно, этого и не было. Возможно, снова хотят создать образ какой-то идеальной хозяюшки из Анжелики. Но, глядя на её вид, я бы никогда не сказала, что Анжелика может сама найти рецепт в интернете и дома приготовить что-то по этому рецепту. Но, как мне кажется, всё делала Света. Сейчас вот просто выдают желаемое за действительное. И вот Света режет этот пирог. Он без яблок, он без добавления какао. Хотя, в принципе, надо было бы добавить какао. Говорит, в оригинальном рецепте есть какао. Но так просто для того, чтобы какой-то был более-менее интересный узор на поверхности. Но Колесникова просто так приготовленный. И тоже беленький он получился. Света говорит, вроде как неплохой даже вот. И режет этот пирог и выкладывает на блюдо. И каждый кусочек, который Света режет и выкладывает на блюдо, за рукой Света с кусочком пирога следит Анжелика. Прямо так было интересно за этим наблюдать. Она прям смотрит на то, что делает Света на её руку. И взгляд переводит потом дальше на блюдо. Как Света это всё дело выкладывает. Это надо было видеть. Вы знаете, мне Анжелика напомнила кошечку. Вы знаете, бывает такое, что с кошечкой дома играешь. Даже вот, я не знаю, каким-то элементарным бантиком на верёвочке. И вот взгляд кошки неотрывно следит за этим бантиком. И голова, соответственно, крутится туда-сюда. Так и Анжелике тоже. Вот и голова туда-сюда, туда-сюда. Блюда на... Спротивня на блюда. Был фильм, помните, по-моему, летучая мышь. Учили стрелять глазами девушку на балу. Помните? Взгляд туда, взгляд в угол, взгляд на нос и на объект. Очень было интересно, конечно, это, да, наблюдать. Ну что, привёз Максим помидоры. Привёз помидоры, и оказалось, что ещё и яблоки он должен был привезти на яблок. Вот беда не оказалась. Думаю, вам мало своих яблок. Ну вот скажите, у вас яблоки там валяются? Да, у вас одно дерево плодоносит. Но тем не менее, всё валяется на земле. Падалится уже. Ну, соберите. Тем более, Света говорил о том, что они собирают эти яблоки, из них готовят компоты и шарлотку. Не знаю, зачем им там срочно яблоки понадобились. Но, видимо, понадобились. Для чего-то. Говорит Света о том, что всё очень хорошо. У них со светофором хорошие взаимоотношения. Потому что в светофоре очень всё относительно. В других магазинах дёшево. И очень не удивляет, что цена 39,99. Говорит, почему не 40? Ну, как-то так, да. Ну, это такой коммерческий ход, да, маркетинговый. И Света должна это понимать. Хотя, может быть, и не знает этого. Чисто психологически проще человеку расстаться с 39 рублями, 99 копейками, чем с 40 рублями ровно. 40? Это 40. И 39? Это ещё не 40. Ну, и завтрак у Колесниковых. Оладьки. Потом Света сама себя подправила. Вы знаете, я обалдела. Думаю, Боже, Света, что случилось? Кто-то говорила, печка потом себя подправила. Говорит, нет, нет, это плита. А теперь он говорит, оладьки. О, нет, говорит, оладьи. О, Света, ты ли это? Видите, стихами я сегодня говорю. Ну, и каша гречневая с молоком. И целая миска огурцов на столе тут же. Дети едят. И тут же целая миска огурцов. Не знаю, почему она на столе. И что она на столе делала? Но тем не менее. И вот у Насти рядом с Настей огурец, которую она вытащила из этой миски и рядом с тарелкой положила. Света говорит, ну вот, ты сейчас будешь есть этот огурец вместе с молоком. В общем, подожди сначала. Пройдёт какое-то время. 2-3 часа хотя бы, да, после того, когда поела эту кашу с молоком. Потом поешь огурец. Говорит, положи его в общую миску. Клонник, Настя, конечно, отказывается это делать и правильно делает. Потому как точно знает, что лучше в этой семье запастись. И не зря у Насти есть какие-то сумочки, не зря у Насти любовь к каким-то сумочкам таким, которые через плечо, да, можно надеть, носить. Там Настя хранит свои запасы и правильно делает. Потому как всё лучшее в этой семье достается Дарине. Дарине, ещё раз Дарине. Даже вот когда Света резала пирог, первый кусочек, который Света положила на блюдо, достался Дарине. Дарина взяла и тут же встала есть. Ей никто, кстати говоря, замечания не сделал. Ну, а что ещё? Мозаика у них. Да, Света рассказывает, возвратились к той мозаике, которая была в начале в блоге. Говорит, это не просто мозаика, такая вот интересная. Может собрать фигурку какую-то, потом пройтись по этой фигурке. И получается такая вот, ну, то ли игрушка, то ли подставка под горячее. В общем, полезное такое развлечение. Ну, а дальше пошла Света в огород, посмотрела, как у неё там дела в её владениях. Всё замечательно, всё хорошо, всё растёт, всё плетётся, всё как всегда. Потисон вроде как у неё вырос, и Света там очень рада. И дальше растёт что-то вроде кабачка, не кабачка, а дальше какое-то вот растение. Очень похоже, такие вот большие листья. То ли потисон, то ли кабачок, то ли ещё что-то. Ну, ладно, я не знаю, что это. Я к огороду Света не имею практически никакого отношения. Да вообще, в принципе, никакого отношения. Даже практически. Света там хозяйничает, Света там что-то выращивает, какую-то рассаду, что-то она там сажает. У неё там полив, у неё там удобрение, не знаю, что мульчирование. Света этим занимается. И вот мне просто непонятно, как тот человек, который занимается огородом, он может не знать, что у него там выросло. Что он сажал, этот человек не знает. Правда здорово. И вот Света нам так и говорит, вот тоже что-то там выросло, но пока не знаю, что это там растёт. Вот так. Так тоже можно оказывается. Я и не подозревала, что такое возможно. Ну что, будем жить, будем видеть, посмотрим, что там у Света выросло. Ну, кабачок это, или это патиссон, или ещё что-нибудь. И надеюсь на то, что всё-таки Света узнает это, потому как возможно, что наступит холода и просто созреть ничего не успеет. Даже, по-моему, то растение ещё даже цвести не начало. Ну, посмотрим. Вот таким получился у меня обзор двух влогов канала Семья Колесниковых. Если мой обзор вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии. И если вы хотите, чтобы я вам передала привет, напишите, пожалуйста, откуда вы и как вас зовут. Вот и в одном из своих обзоров я обязательно передам вам привет. Конечно, если хотите этому. Ну всё, всем пока-пока.